МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко подкресливая важность развития спорта у якости одного из прайоритета у державной политики. Об этом он заявил сёння на нараде по питаниях развития зимовых видов спорта. Александр Лукашенко означал, что спорту в нашей стране уделяется великая увага. Пытания его развития находятся на постоянном контроле. Это не только здоровье нации, но и в элизарный пласт нашей идеологической работы, а значит, один из прайоритета у державной политики. Дякуючи перемогам беларуских атлетов, формируется имидж державы, выховывается патриотизм, подкреслив беларуский лидер. Сёння аграры Гомельщины первыми в Украине приступили до сяубы лёну. Зараз ответные работы ведутся у Кармянском районе. Филиал открытого акционерного товариства «Гомель-Лён» – Кармянский льнозавод выращивает беларуский шелк на территориях больше, чем 3000 гектаров. Они размещаются в Кармянском, Чачерском, Рогачевском и Речицком районах. Половая площадь выпадает минавито на Кармянщину. Льон – культура достаточно потребительная и капризная. Она любит умеренную вельгать и тепло. На дворье, которое сейчас установилось на Гомельщине, является наибольшь сприяльным для сяубы. Минавито тому, аграры и Кармянщины выращили не гублять ни дня и приступить до працы неоткладно. Провели ответственную передпаселную опрацелку хлеба, унесли удобрения и распочались сяубу. Зараз холодная – працовать оперативно, каб укластися у отведенный термин. Поставлена задача до 25 апреля посеять лён. По мере созревания почвы будем продолжать в других районах сеять. Как только почва будет готова, будем сеять. Главное – качественные и оптимальные сроки высеять, чтобы пораньше начать уборку и убрать, как и положено, до 25 сентября. Завтра Гомельская в область долучится до республиканской акции «Тыдень леса-2018», якая пройдя у Беларуси с 14 по 21 красавика. Плануется, что за этот термин у дельники экологичного руху на территории нашего региона посадят больше 12 миллионов сенцев лесных культур. Посадки займутся маль 3 тысячи гектаров. Але ясно до початку акции у лесгасах в области распочалась горячая пора в основных компенсационных посадок. Сенцы сосна у Житковицком районе высаджувала и наш корреспондент Наталья Капрыленко. За день при нормальных умовах на дворья две пары рабочих рук поспевают посадить каля гектара молодого лесу. Территория, яке очистили от древ пошкодженных паразитами-караедами, нельга засадживать предопомозе спецтехники. Только ручная праца. Возьго эта лесосека площадь больше за 2 гектары – одна из наибуйнейших у Житковицком лесгасе. Тут у Снежния минулого года провели санитарную высечку пошкодженных соснов. На этом месте уже зроблены разоры для молодых сеянцев. Вот это на первый взгляд таки кволы саженец, а мальпраспеть годов вырасти приблизно на 70 сантиметров. Это уклад телерады у компании Гомелева зеленения лесов Житковицкого района. За этим радом молодых сосенков рабочие лесгасы обещали уважливо приглядывать. Грунт вельготный, сеянцы добро приживутся. В уголе подчас весновых лесодновленших работ садят смешанный лес. Сосны и бярозы. А пошная культура будет давать листоту для хвойной и поляпшать грунт. Сосенки примутся лепш. В минулом году посадки на местах санитарных высечек вельми порадовали супросовников Житковицкой лесной господарки. Приживальность сеянцев больше, как 92%. Все лето саженцы первого года полепшенной селекции привезли с лесного годовальника с Гродинской области. Саженцы были посажены в прошлом году весной. Закрытая корневая система. Вот получился за год практически прирост в 2-2,5 раза по высоте. Наблюдается очень много самосея. То есть засеялось очень много от стены леса. Поэтому будут хорошие культуры. В минулом году в Житковицком разгасе санитарные высечки древ, пошкодженных короедам, пришлось арабить больше, как на 530 гектарах лесу. Подчас весновых лесоодновленных работ, свыше 350 гектаров, лесосек будет засаджено молодыми сеянцами соснов и засеяно на сенем лесных культур. Мы уже закрыли посел полностью, 182 гектара. Остальные будем закрывать посадкой. У нас был план посева и план посадки. И по таким предварительным планам 25-го числа мы должны закрыть полностью всю посадку. Может даже и раньше. Земля еще влажная, сырая, чтобы сенцы хорошо прижились. Лясы нашего региона в минулом году больше за инших в Украине потерпели 1,6 шкодников короедов. Санитарные высечки древ закранули больше, как 13 600 гектаров лесу. В этом году лесгасы ждут серьезная масштабная работа по обновлению лесного фонда. С мешанными культурами на территории в области до конца весны должны быть засаджены около 10 тысяч гектаров. Наталья Капрыленко, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель», Житковецкий район. Пауднева карельские компании могут принять цю делу в будовництве автомагистрали «Усходня обыход» у Гомелі. Такую макчымасть зараз разглядают представники бизнесу «Усходня Азиатской краины». А в проекте ишла размова по часу встречи представников компании с керавництвом гомельского гарвы «Канкама». Будовать «Усходня обыход» пропонуют по принципу державно-приватного партнерства. Карельские компании мают вопыт проектованне и будовництва объекта на таких умовах у інших краинах. У Беларуси яны таксама планують удельничать у конкурсе по выбору партнера по реконструкции автомобильной дороги М-10. Гэта будзе пилотный проект державно-приватныха партнерства у нашей краине. Будовництво «Усходня обыходу» паделена на 5 этапов. Один з них уже завершены. Папярэдне потенциальному партнеру пропановують побудовать дорогу и эксплуатовать яе на протягу 49-ти годов. Инвестиции будзе вертаться празузыманне платы с транзитных транспортных сродкаў, компенсаціў з бюджета на утрыманне аутамахистрали, а таксама за кошты доходаў ад аб'єктаў инфраструктуры, які разместятьсяў сдоўж дороги. Проставники карельскіх кампаніў маўць намер пабываць на месце будовництва і ознайоміцца з необходной інформаціей. Пасля будзе прымаць рашэння. У Беларусі пратягваецца правядзенне субодніх телефонных ліній мясовых уладаў. 14-го красавіка з вороты грамадзян будзе прымаць першы намеснік старшыні гомельскага аблывы канкама Александр Мекалуцкі. Нумар телефона 33-12-37. У гомельскім гарвы канкаме прамую лінію правядзе кіраўнік справ Аляксей Васючэнка. Звертацца треба па нумары 33-07-62. Прамые лініи будзе працаваць з 9-і да 12-і гадзін. Прасгод на прыканцы Чэрвіня завершыцца обрачэнні імяных приватызаційных чэкаўмайомасць. Жыхары Гомельскай в області могуць абменяць іх на акцы больш як 40-ка беларускіх пратприємстваў. У их ліку 30 акціонерных таварыцтваў, які знаходзіцца на тэрыторіі регіона. Яны адносяцца ада агропрамусловага і будавнічага комплексав, зверы гандлюю і гостінічных паслух. Каб адменяць чэкі на акцы, трэба звернуцца ў Беларусбанк с пашпортом і сертифікатам на чэкі. Калі апошні страчаны, яго можна аднавіць ў банку. Уласныя чэкі можна адменяць без абмежаваннел. Колькаць пераформленых ад сваэкоў не павінна перавышаць 250 адзінак. В разные предприятия чеки можна вкладывать не только в одну, а сделать выбор. Определіть, например, 2-3 предприятия. Вложіть в разные, тогда ну, это буде, наверное, білье надюжним. Потому что, как правило, граждане, которые обменивают свои чеки, они рассчитывают на получение дивидендов. Да, то есть, если в один год не получат дивиденды от одного предприятия по результатам его деятельности, то получат дивиденды на акции других предприятий. Дарит шевернуть обмененные на акции чеки нельха. К тому специалисты рекомендують уважлива знайомиться с выниками финансово-гасподарча дейнасті предприемстваў. Гэта можна зарабіць на сайте одинага портала финансовага рынку. Межнародный конкурс «Ренесанс гітары» у 13-ый раз сабраў у Гомеле майстроў и прыхильнікаў гэтага виду мастацтваў. Гітара – не просто музычный инструмент. Гэта понятие, якое объядновываю у сабе розные культуры на прамкі і эпохи. Як заусёды, выступлэнні музыкантаў таксама ацэньвае інтернаціанальныя журы. У яго складе працтавнікі Беларусі, Расі, Літвы і Чэхі. Класічная электра і бас-гітара, старадаўні інструменты, а таксама конкурс для компазітораў і ансамблеў. Не абыдзецца сё летній конкурс і без традицынага масавага выкананні музычных тывораў. А крымя традицынных для ренесанса гітары компазіцій, ўдзельнікам сводных гітарных оркестра прапануюць выканаць і новинки. Пересягнуць минулогодні рекорды большшым 150 выканавців организаторы не плануюць ставку робець на высоку якость выканання. Робэння в някоторых талентовых младых гитаріц очэнь високая. Фестиваль очэнь хороші. Я падрабляю Йорк Шошин, што он здаўал так хороші фестиваль, каторый так много лет уже работает. У нас все время добавляється одна или две пьесы. В этом году, наверное, изюминка будет, мы будем играть белорусскую народну песню «Касю ясь конюшину». Если получится рекорд, я, конечно, буду счастлив. Но даже, если его не будет, то в любом случае и качество исполнения улучшилось, потому что многие уже готовились в течение целого года, чтобы выступить на этом мероприятии. Завтра у программе ренессанса гитары, конкурсные прогляды и выступление сводного гитарного оркестра. Пираможца у знагородяцю неделю подчас гала-концерту. Сто цуда у свету представили у Гомеле. Фотовыстава под такой назвой открылась у картинной галереи Гаурила Вашченки. На ее представлены работы однайменного международного фотофестивалю, який, что год, проходить у Санкт-Петербургу. Сто цуда у свету гэта яркий и займальный проект, який складается с состав фотосдымков. Яны разнастайные по своей тематице, але объединенные адзиной идеей. У весь свет гэта цуд, варта тольки уважлива гледзецца вакол. Выстава демонструя захапляльные здымки самых розных кутков земного шара. Надзвычайный свет дикой природы, краины и континенты, культура и традиции розных народов. Лепшые фотографы планеты проводят месяцы у экспедициях, выкарастовывают складанную аппаратуру, часом разыкуяць уласным житцем, каб стать ближай до сусветных таямниц и поделиться ими с глядачами. Дрэчу коллекции представлена и творчая работа нашего земляка, гомельского фотографа Юрая Бирукова. Этот проект был задуман в 2011 году в Санкт-Петербурге совместно с журналом National Geographic. И первая выставка получила настолько широкое освещение и, в общем-то, любовь зрителей, что выставка переросла в фотофестиваль. Мы делаем несколько выставок совместно с Санкт-Петербургом, с компанией Арт-Центр. Первая выставка это «Сто чудес света», а вторая выставка, которая начнется в конце этого месяца, это «Сальвадор Дали» «Тайнапись». У хомилю протягиваются мероприемства и присвеченные Городскому великодному фестивалю. Одным з них стало свято организованное для дятей-инвалидов и молодых инвалидов с дитячым церебральным параличем и спинномозговыми патологиями. Гэтая дети, а так само их батьки, не глядячи на все выпрабывание лесу, любят життя и за его дякують Богу. Подчас светлого великодного аптедня у гостей до их с подарунками завитали представники храма святой и живоначальной троицы, а так само волонтеры от рада открытые сердцы. Гомельская епархия подрыхтовала для семей великодный стол с куличами и фарбованными яйками, а волонтеры забавляльную программу, как дети могли поудельничать у гульнях. Наше объединение на сегодня объединяет 285 семей, в которых воспитываются дети с диагнозом детский церебральный паралич, и мы объединяем город Гомель, Гомельский район. Сегодня на празднике пасхальной встречи у нас участвует 40 детей, но это 40 детей особенных, и плюс, конечно, вы видите сопровождающие их родители и здоровые братики и сестрички, то есть здесь совместное такое мероприятие. Воскресение Христово каждый из нас должен вспомнить о том, что он как минимум крещен христианином и постараться достойно жить свою жизнь, помогая тем людям, которые в этом действительно нуждаются рядом с нами и стараясь быть просто добрым человеком. ГТА, так само иншая новинка вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgmail.by.com Далей у эфіри де-факто и спортивный агляд а я с вами развитвуюся осяго доброго до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Гомеле автомобильная погоня сотрудников госавтоинспекции за пьяным водителем закончилась на вираже, но нарушитель закона так просто не сдался. Дальше началась игра в прятки. Внимание экипажа ГАИ дежурившего на городских улицах Гомеля привлек автомобиль Ауди. Иномарка пронеслась мимо на скорости около 120 километров в час. Включив проблесковые маячки, сотрудники госавтоинспекции начали преследовать нарушителя. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. К погоне подключился и второй экипаж ГАИ. Тем временем гонщик не справился с управлением на вираже и врезался в одноименный магазин. После чего, покинув автомобиль, скрылся из виду. Инспекторы нигде не могли найти беглеца. На помощь подоспел житель одного из ближайших домов. Он стал свидетелем происходящего и очевидцем игры в прятки. Нарушителя в итоге нашли в мусорном контейнере. На данного водителя было составлено пять административных протоколов, в том числе из-за управления автомобилем со состоянием когольного пьянения. По данному факту проводится проверка. Водителю грозит большой штраф, а также лишение права управления сроком более чем на три года. В Жлобине пенсионер провалился в отстойную яму. Выбраться наружу самостоятельно ему не удалось. На помощь пришли спасатели. Работники МЧС при помощи лестницы палки извлекли мужчину из отстойника и передали работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом переохлаждения мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Как выяснилось, мужчина 1954 года рождения во время прогулки увидел заброшенный отстойник, на дне которого находилось много бутылок. Они-то и привлекли его внимание. Мужчина решил собрать пластиковую тару и спустился в яму, глубина которой оказалась три метра. Под мусором было много воды и выбраться наверх самостоятельно он уже не смог. Пришлось звать на помощь. Ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли при благоустройстве территории одного из микрорайонов Жлобина. Опасный предмет обнаружили между жилыми домами во время проведения земляных работ по восстановлению газона. Сотрудники РОВД оперативно эвакуировали жильцов ближайших домов и посетителей и персонал продуктового магазина. Всего 47 человек. В Гомеле задержали автомобиль МАЗ, в котором находилось почти 13 тонн лома черного металла без сопроводительных документов. За рулем находился гомельчанин 1971 года рождения. В ходе проверки было установлено, что тяжелый груз принадлежит жителю Ветковского района. У правоохранителей есть предположение, что металл планировали вывезти за пределы страны для продажи. В отношении владельца тяжелого груза составлен административный протокол по части 1 прем. ст. 12 тем кодекса об административных поднарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией товара или же без конфискации. Металл в настоящее время помещен на хранение в организацию в Торчер Мед, а на автомобиль наложен арест. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В столичном дворце спорта Уручье проходит чемпионат Беларуси по боксу. На главном внутреннем старте успешно выступают и атлеты из Гомельской области. Накануне состоялись финалы в женской части состязаний. Наш регион подтвердил звание лучшего в активе гомельчанок пять золотых наград. Конкуренток в своих весовых категориях не заметили Ольга Степаненко, Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Алина Вебер и Виктория Кебикова. Серебро у Владиславы Колосковой и Анастасии Абушенковой. В мужской части состязанию гомельчан внушительное представительство на полуфинальной стадии. Пять боксеров уже обеспечили себе как минимум бронзовые награды чемпионата страны. Финалы у мужчин пройдут завтра. 180 спортсменов со всего региона. В Гомеле сегодня стартовала областная спортакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе. Возраст спортсменов 14-15 лет. На протяжении последних лет победы в областной спортакиаде доставались воспитанникам гомельской с дюшер номер один БФСО «Динамо». Смогут ли навязать борьбу фаворитам другие команды узнаем завтра. 180 участников это далеко не рекорд для старта такого уровня. Массовость в последние годы уходит на второй план. Сейчас стараются уже тренера работать немножко больше на качество чем на массовость. Поэтому может быть чуть-чуть как говорится с каждым годом участников становится меньше. Областная спортакиада Дю США это проверка сил перед республиканскими соревнованиями, которые состоятся на гомельских коврах через 10 дней. Футбол возвращается на гомельский стадион. Центральная арена готова принимать матчи чемпионата страны. Первый поединок в нынешнем сезоне на родном газоне Гомель проведет 15 апреля. Соперник в третьем туре новичок высшей лиги «Сторичная торпеда». Игра начнется в 16.00. Напомню, что домашнюю игру первого тура родили в Бобруйске. Центральный матч 28-го тура чемпионата страны по мини-футболу пройдет в Гомеле. На паркете спорткомплекса «Локомотив» завтра сойдутся первая и четвертая команды первенства. В РЗ принимает «Оршанский Витен». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. Также 14 апреля свой поединок проведет и Светлогорск. Соперник – столица. В воскресенье 15 апреля БЧ на выезде играет со Щучином. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова